То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. Предлагаю о хорошем. В прошлом веке, 35 лет назад, летом 1983-го, на советские экраны вышел фильм Виктора Прохорова «Серафим Полубес и другие жители Земли». Неполитизированный и добрый. В Советском Союзе, ну да, в Совке, снимали неполитизированное и доброе кино, оказывается. Представляете? Автором сценария Серафима Полубеса был Александр Александров, писавший удивительно чистое и удивительно светлое кино. Это было даже не кино, киноповесть. Самый известный его фильм, за сценарий, которым он получил две премии Ленинского комсомола и Госпремию СССР, сто дней после детства. Ленинский комсомол государство не видело ничего зазорного в том, чтобы награждать за хорошие и добрые фильмы. Пусть даже в них никто и не боролся за дело построения коммунизма. Мой любимый фильм Александра Александрова «Голубой портрет», аж с 76-го года. Если не видели, обязательно посмотрите, всей семьей. Сегодня такие сценарии не пишут и такие фильмы не снимают. Не нужно, да и попросту вредно. Это фильм о мальчике, у которого есть мечта. Иди сюда. Хорошо, я сама поднимусь наверх и выброшу тебе занавески из окна. А если кто из твоих увидит? Да не увидят. Все на спутник пошли смотреть. Какой спутник? Ты что, в спутник запустили собаками Белка и Стрелка. Стой здесь. А ты не расстраивайся, может еще успеем посмотреть. Стой. А? Ты. Ну и я. Кто же еще? А ты чего там ищешь? Занавески. Занавески? А зачем они тебе? Понимаешь, меня там внизу ждет один мальчик, который хочет улететь. А для этого им нужны занавески. Глупая. Мальчики всегда хотят куда-нибудь улететь. Чаще всего из этой затеи у них ничего не выходит. А у этого выйдет. Да. Это хорошо, что ты веришь. Пусть у этого выйдет. Но почему он хочет лететь именно на моих занавесках? Тебе не кажется, что это странная идея? Ничего не странная. Они ведь шелковые. Хорошо. Но почему он хочет лететь именно на шелковых занавесках? Почему ему не подойдет что-нибудь попроще? Ну, скажем, что-нибудь ситцевое. Да потому что бабушка всевоздушные шары делается из шелка. Мой гость – член Ассоциации политических и экономических консультантов Евгений Варшавский. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Добрый день. А для начала мне вот, что бы хотелось у вас спросить. У нас последний летний месяц, как мы с вами уже выяснили, цеплят по осени считают, нам ждать-то осталось совсем недолго. Что нам ждать от осени политической? Ну, карты сданы. Вот мы их как раз с осенью и откроем, посмотрим. Я, кстати, убежден, что никто не уйдет обиженным. А мы во что играем, Евгений Юрьевич? Такое впечатление, что одна сторона играет шахматы, а другая – что-то вроде подкидного дурака. В результате-то мы страдаем. Мы вот сидим, наблюдаем за всем этим делом. Нам как реагировать? Ну, у вас и вообще в целом абсолютного большинства населения законных способов выразить свое мнение по реальным политическим вопросам отсутствует. Ну как, можно выйти на площадь, нужно обратиться в суд. Я понимаю великую мысль наших духовных предшественников, там Жака Руссо, там Гуга Гроца и прочих, которые родили нам вот эту светлую систему сдержек и противовесов, разделения властей. Но в реальности правящий класс – это везде корпорация. А корпорация контролирует все, до чего дотягивается. Поэтому в реальности все три власти, в том числе и судебная, ну и точнее из трех они контролируют минимум четыре, еще плюс следствия массовой информации, то, соответственно, ходить по разным инстанциям лишено смысла, потому что хозяин у них общий. И если хозяин против того, чтобы слушать, что там холопы про себя думают, он вполне в состоянии это сделать и заблокировать любые законные или околозаконные способы выражения своего мнения. Вам сказано одобрять, вот идите одобрять. Ведь они же не могут не понимать, что на каком-то определенном этапе, я сейчас даже не про доверие говорю, вот эта вот температура кипения, все закипит. Я понимаю, вот, кстати, титана… Что, наше, так сказать, спасение в виллах, что ли, только? Они же понимают, они же должны как-то пар-то выпускать. Ну, сейчас немножечко, чтобы не перескакивать с одной стороны баррикады на другую, закончим с правящим классом. Там дураков нет. Если кто-то наивно надеется, что люди делают глупости по причине умственной скорби, это не так. Чудес не бывает, все надо делать по чертежу, в том числе управлять хаосом и беспорядком. И в мире довольно давно известно, что, ну, есть такая китайская поговорка, никогда не хватай тигра за хвост, вообще никогда, даже не думай. Но если схватил, то не отпускай. Это точная аналогия с пенсионной реформой. Это даже не преступление, это намного хуже, это ошибка, потому что из этой ситуации… Что такое политическая ошибка? Это добровольный вход в ситуацию, из которой нет положительного выхода. То есть любой шаг власти в нынешней ситуации приводит к ухудшению ситуации. В шахматах называется цуксванг. Удержать ситуацию так, как она есть, сделать, так сказать, лицо кирпичом, сказать, мы так и планировали, так и надо. Я тут сижу пожизненно в Кремле, как раб на галерах, и вы будете так же работать по самым могилам. А кто против, трудоустрой лично, в Сибирь снег убирать. Это замечательная позиция, но она повышает, будем так говорить, градус напряженности в обществе и кончится неизвестно чем и неизвестно когда. Причем, скорее всего, скоро. А любое отступление – это потеря лица. Власть не имеет права мямлить. И в сложившейся ситуации, после того, как вы схватили этого пенсионного тигра за хвост, у вас другого варианта нет, как его держать и не отпускать. А отпустите – будет намного хуже. Ну, можно же как-то мягенько. Как? Ну, не знаю. Сказать, что не на 5 лет, а на 3,5. Не через 20 лет, а через 22. Замечательно. Значит, народонаселение, это быдло ушастое, поймет, что власть дала слабину, его можно давить дальше. Айда, ребята, давайте добьемся, чтобы нам уменьшили пенсионный возраст на 5 лет и заплатили все, что должны за последние 25 лет. Если мы добились от них отступления на один шаг, мы добьемся на второй шаг, на третий, на четвертый и так далее. Это логика. Да логика полностью отсутствует. Президент уже сказал, что в этом деле надо разобраться, ребят, не надо рубить с плеча. Чего мы добились-то? Это можно считать, как, не знаю, уступку. Мы только что выяснили, что суды не действуют, что власть полностью все контролирует. Что выходить на площадь, хватать вилы, говорят, ребята, хотим на пенсию. Кто тщательно, долго и упорно шлифовал и отстраивал эту систему сдержек и противовесов. Она с неба упала. Нам ее из Америки завезли. Мы ее сами построили. Я понимаю, что в рамках светлой идеи конвергенции, которая плавно перешла в компрадорство и потом в коллаборационизм, но на одну и ту же букву, кстати, что характерно. Но логика-то же была изначальная. Мы же не проиграли в холодной войне 25 лет назад. Мы в ней сдались. А это совершенно другой формат. Мы сдались по другим причинам, скажем так. Но только не потому, что мы были слабее. Да. Советский Союз занимал второе место в мире. Нагло претендовал на первое с полным правом. Но тогдашний правящий класс принял решение пойти по пути конвергенции. Понимаете, с административной точки зрения, с управленческой точки зрения, любое предательство сводится к обмену стратегических ресурсов на тактические преимущества. На тактические выгоды, я бы сказал. Причем, как правило, стратегические ресурсы, они общие, а выгоды частные. Проблема в том, что стратегический ресурс, он вот он, он большой, он долгий. А выгода, вы продали станок по печатанию денег за 100 тысяч долларов, у вас они кончатся, а станок до сих пор работает. Но только уже не у нас. Столько уже не у нас. Мы своими руками отдали контроль за нашей экономикой, внешним силам, официально абсолютно. Потому что частное предпринимательство, частный бизнес, он изначально не имеет родины. Он служит тому, где лежат его интересы, финансовые выгоды, профиты и все такое прочее. У нас даже официально, по-моему, сколько там процентов экономики в офшорах, а которые не в офшорах, все равно контролируются достаточно просто и несложно. Другую часть экономики мы уничтожили своими руками. Мы сейчас составляем порядка 10% промышленного потенциала СССР. И почему-то искренне считаем, что мы являемся равным партнером с нашими, так сказать, братьями, значит, блинолицами с той стороны, этой большой лужи. Ну, это пока еще после матча с Испанией у нас ощущение счастья никуда не улетело. Я по секрету скажу, что кокаин дает эффект намного более яркий и даже дольше. Он дороже, если в пересчете на каждого. А так 11 человек. Какую идею взбили, на взгляде? Смотрите, что получается. По большому счету, они же не могут не понимать, что залог их спокойствия и благополучия – это послушные, организованные люди, которые зарабатывают деньги, платят налоги, тем самым сохраняя их места. Зачем же, как вы говорите, тигра-то за хвост, за усы и за прочие все места хватать? Выхода нет уже, что ли? Предательство – это одностороннее, так сказать, а не затропное движение. Назад можно идти только путем совершения определенных очищающих действий. Если кто-то провалился в сельский туалет, типа сортир, его же не пустят сразу после этого на соседнюю свадьбу деревенскую. Вот предательство – то же самое, только в отличие от этой сельской грязи, оно не высыхает само и даже передается по наследству этот запах. И чистится он не только мылом, но и веревкой. Других особых вариантов, в общем, сложно придумать. Без субъектность – вообще очень тяжелый статус. – Ну, все это красиво и образно, но нам-то от этого ни тепло, ни холодно, ни легче, ни горячее. От того, что мы знаем, что нас предали, и что нами помогают, и что нас используют. Вот за нас все решили. За нас решили, что нам не нужно жить в Советском Союзе. Сначала спросили на референдуме, выяснили, что мы хотим жить в Союзе. Сказали – нет, нам виднее. Значит, нам построили другую страну, другую экономику, нарисовали другое будущее. Нас по-прежнему не спрашивают, мы утираемся широкой ладонью. К кому претензии? В зеркало? – К власти, конечно же. Во всем всегда виновата власть. – Власть с неба не падает. – Ну, Евгений Юрьевич, это уже софистика. Что значит власть с неба не падает? Откуда они берутся тогда? Ну, хорошо, выбрали мы одного, второго, третьего, пятого. Они же как-то корпорируются, они как-то своих детей, внуков, друзей подтягивают, которых мы уже не избирали. – Ну, я понял. – Мы в одного поверили, честного, хорошего, доброго, пронзительного. А он оказался не таким пронзительным. – Понимаете, цивилизационная ноу-хау англосаксов – это как раз социальный механизм, который позволяет группе диких племен, союзу диких племен, управлять глобализованной индустриальной экономикой. Это уникальное ноу-хау, неповторимое. Ну, точно так же, как неповторимо в прежнем виде МММ. Вот первые там десятки миллионов, а вот вторая инкарнация, там, по-моему, 67 тысяч лохов нашлось. Вот приблизительно то же самое с методиками управления индустриальным обществом. Эта методика, отработанная, так сказать, за последние лет 500, она включает в себя и работу с регионами, ну, то есть, по их терминологии, с туземными элитами. И они четко знают, как с туземными вождями работать, как их, соответственно, использовать, и как потом освобождаться от отработанного материала. Сейчас этот процесс и происходит. Он слегка задержался по объективным причинам. Сейчас на самом Западе системные проблемы. Они настолько глубоки и серьезны, что сейчас в Америке, можно сказать, в Стольном Граде на холме, происходит невиданная в истории вещь. Там более трех лет, значит, сформировалось двоевластие. То есть, новая власть победила на выборах, а старая не ушла. То есть, им не до нас? Им просто не до нас. Но когда они между собой разберутся, а это неизбежно, потому что двоевластие – это как сидение на заборе. Рано или поздно вы либо с той стороны, либо с другой упадете. Объективно, победить, наверное, должны те, кто пришли, так сказать, сейчас. За ними больше сил. Но, с другой стороны, за проигравшим проектом 700 лет, извините, бэкграунда. Они вросли в мировую систему очень давно. – Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. – Согласен. – Сказал Дональд Трамп, глядя в зеркало. – Можно сказать, что он может обойтись, строго говоря, даже без мировой войны, потому что зачистка прежнего истеблишмента – это не военная операция, а полицейская. Пусть даже глобального масштаба, но полицейская. Это немножко другой формат. Он позволяет обойтись, в общем-то, без такой вот серьезной пиротехники. – Да и народ его поддерживает. – Народ всеми четырьмя. Я слышал волшебную цифру, что за Дональда Фредовича проголосовал реально и поддержал 94% американской армии. Это серьезно. – Он не вводит пенсионную реформу. – Он же не сумасшедший. – Он не повышает НДС. И с 1 июля коммуналку тоже не повышает. Он действует в ровно противоположной парадигме, извините за это слово. Ему необходим ресурс, на который он должен опереться. Ресурс с неба не падает. До сих пор Америка, условный Запад в целом, выглядел так красиво и гучерявый, так красиво загнивал по одной простой причине. Он имел всегда возможность получить дополнительный доход с остального шарика. На этом, собственно, их благосостояние изъездилось. И проблема заключается, собственно, в том, что инерция закончилась. Сейчас механизм отъема ресурсов с периферии, он перестал быть рентабельным. Сначала для этого использовалась грубая сила. Потом англосаксы придумали другой механизм. Но, чтобы было понятно, британскую Индию, в британской Индии, что называется экспедиционные силы Британии, никогда не превышали трех дивизий. Это вот на полуострове Индостар, можете посмотреть на карте, какая-то территория. А там 50 тысяч человек в пике, в табуретке, на коньках, в прыжке. Просто нашли способ работы с местными раджами, смогли, так сказать, правильно отформатировать. Британисты. Совершенно верно. То есть этот опыт вглубь веков. И, соответственно, сейчас этот механизм дает сбой. Сейчас выросшая местная элита, та же вот индийская элита, оборзела настолько, что добилась независимости. И ее, что называется, держание под контролем обходится дороже, чем то, что сейчас можно оттуда вывезти. Они потребляют больше, чем можно у них отнять методами этими самыми. Потому что наиболее эффективный метод внешней мотивации к труду, то есть, чтобы вы работали на меня с песней и пляской, насилие малоэффективно. А высший способ внешней мотивации, то есть, механизм заставить человека работать в чужих интересах, высший способ – это обман, который сводится к формированию у пролетариата, у рабочих, иллюзии общего дела. Тогда включается мотивация внутренняя, за которую горы свернуты, вверх ногами перевернуты. Ограничение одно, свойственное любому обману. Это то, что он временный. Ваша устойчивость прямо зависит, прямо пропорционально степени доверия к вам. Ну, мы, собственно, вернулись к нашим, не побоюсь этого слова, проблемам. Вот я об этом и говорю. Общее дело какое у нас было? Мы вроде как бы ничего не создаем. Нет, мы строили СССР. Нет, СССР, все, нет больше СССР. Современная Россия, мы что вообще созидаем, что мы строим, какое общее дело у нас может быть? У нас нет общего дела даже по Конституции. Запрещено. Так значит, нас, извините, обманывают без всякого общего дела? Ну, в общем-то, да. И мы это терпим. Это делится на более мелкие кластеры. То есть на уровне страны официальная позиция, каждый сам за себя, и личный успех есть мерило всех вещей. Это замечательная позиция, но на уровне уже групповом, когда мы собираем такую шайку, ну, группу промышленно-финансовую, административную, внутри мы должны ее чем-то спаять. Поэтому мы говорим, наша группа самая лучшая. Ну, как вот в Японии все в какой-нибудь корпорации все собираются, и всем коллективом поют гимн корпорации. В принципе, вот один из методов внешней мотивации, это как раз вот хорошо показан в великом фильме «Одиннадцать друзей Ушина». Мы не можем в одиночку грохнуть это мероприятие, то есть обеспечить нормальный экспорт ресурсов отсюда, потому что нужны специалисты по взлому банков, по электронному хакингу, по стрельбе по полицейским, значит, по прикрытию отхода, по вождению быстрому автомобилю в плотном потоке. Ну, короче говоря, мы собираем такую группу, спаянную общим интересом, которая завершается сразу, как только мы задачу выполним. Мы сейчас это наблюдаем в масштабе тех финансово-промышленных групп, которым сейчас добровольно переданы в руки наши экономики. Евгений Юрьевич, у меня в связи с этим вопрос. Этой осенью мы можем ждать того, что ребята, их там больше, друзья Ушина, что они выполнят все свои локальные для себя задачи и просто потом разбегутся. И оставят, пусть нас даже бросят на произвол судьбы. У нас нельзя было на произвол судьбы, потому что как только уедет внешнее давление, ну, в Швейцарию, там, или еще куда-нибудь, в фешенебельные страны какие-нибудь, вот, субъектность, которую они уничтожили, начнет возрождаться само собой. Есть, к сожалению, такой общественный механизм, который вот так не удалось никак, в общем-то, взять под контроль или хотя бы уничтожить. Все равно, так сказать, оставшееся население, слегка обалдевшее событие, оно все равно соберется и что-то сделает. Мы нечто похожее наблюдали ровно сто лет назад, когда власть ровно тем же способом кинула свое население, значит, сама себе свергла царя, вот. Ну и, соответственно, вот начался вот этот праздник непослушания, значит, по тому, кто быстрее организует себе отдельную, так сказать, территорию, начнет на ней панувать, значит... Ну, праздник очень недолго продлился. Да, чуть больше полугода. Ну, хорошо, ладно, пусть даже у нас будет период, не знаю, махновщины. Рано или поздно все же это можно вернуть к нормальному, разумному существованию? Можно. Потому что у нас сейчас, вот опять-таки, в силу глобальных причин, в силу, так сказать, закономерности внутренних тех глобальных процессов, которые сейчас происходят, у нас произошла достаточно редкая вещь. Ну, редкая в истории. У нас правящий класс разделился не на кланы, которые, строго говоря, одинаковые. Ну, в любом клане есть банкир, крупный чиновник, бандит, силовик, бизнесмен иногда. Не обязательно, но желательно. И они, в принципе, одинаковые, только разный калибр. Там кто-то контролирует отрасль, а кто-то группа пивных ларьков в районе. Но структуры одинаковые. Вот это привычно и нормально. И они вот между собой как-то там входили в какие-то отношения, то постреляют, то подружествуют. Это нормальная жизнь, очень интересная, насыщенная. Вот сейчас они поделились ровно по горизонтали. Потому что интересы высшего класса, хозяев, конечных бенефициаров, вот замечательный термин из нынешнего финансового права появился. Люди, формально не имеющие отношения к ничего, реально получают выгоды с того, что им формально не принадлежит. Так вот, конечным бенефициарам выгодно отжать территорию до суха, монетизировать и вывезти в фешенебельную страну. И чтобы за это ничего не было. И чтобы за это ничего не было. Для этого надо... Вот у них были договоренности, персональные гарантии 25 лет назад. Кстати, для справки, договор с дьяволом, он всегда срочный и не превышает 25 лет. Поэтому он как раз сейчас закончился. То есть выживанное поле нам все-таки оставят? Правильно. Но почему я сказал о горизонтальном делении? Реальное управление любой территории, что Российской Федерации, что Великобритании, что Америка, что Швейцарии, что Бангладешем, всегда осуществляют профессионалы. Те, кто реально держат силовую составляющую, экономику. Вот реально. Те вот топ-менеджеры, как они называются. И у них возникло нерешаемое противоречие с верхним уровнем. Тем выгодно, условно говоря, отжать... Ну, любой эффективный бизнес в конце всегда предполагает эвакуацию. А эвакуацию эту должны обеспечивать вот эти топ-менеджеры. То есть им поставлена задача своими руками уничтожить свое министерство, свою службу, где они сейчас работают. Потому что развал страны на мелкие кусочки, по примеру Советского Союза, сейчас вот мы добьемся единой неделимой Рюси от Биберева до Братеева, соответственно, это замечательно. Проблема только в том, что те, кто будет это делать своими руками, должны будут уйти, условно говоря, с императорского дворца в Баронский замок. Вы представляете, какие интриги в императорском дворце? Партии там это самое, все такое интересное, там бароны, графы, все такое прочее. И вы переезжаете, вот своими руками вы это разрушили, переехали в Баронский замок, и теперь ваши интриги как ключница со стражником там что-то мухлюет. Ну, правильно, а после Баронского замка, простите, вас ждет уже избушка лесника, там я не знаю. Правильно, а потом придет лесник. А потом еще лоша в разливе. Да, сейчас вот у топ-менеджмента, в том числе нашей страны, стоит очень такой нехороший выбор. Если они выполнят приказ, они останутся без страны. А у них личных гарантий нет даже в теории. Они никому, кроме как здесь, не нужны, в принципе не нужны. Ну, они по большому счету и здесь не особо нужны. Я имею в виду тех, кто держит в руках конкретное управление. Потому что в корпорации может быть 15 вице-президентов, из них реальный специалист один, или два, или там три, не больше. Ну, подрывная деятельность, системная и многолетняя, она всегда дает результат. Мы его сейчас и наблюдаем. На этой прекрасной, жизнеутверждающей, не вывозитого слова, оптимистической ноте. Позвольте откланяться. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Спасибо за разговор. Приходите к нам еще. Дабы не пугать телезрителя, мы все-таки, наверное, скажем, что вы все-таки политический, экономический консультант, и не будем рассказывать про ваше генерал-лейтенантское прошлое в прошлом. Спасибо. У меня в гостях был Евгений Варшавский. В следующую пятницу увидимся обязательно. Гость будет очень любопытный, обещаю. Поговорим обо всем. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»